Снижение заболевших вносит свои коррективы в работу больницы Иркутской области. Так, в столице региона перестал работать еще один госпиталь, в котором проходили лечения пациенты с коронавирусом. Сейчас больница готовится к приему обычных пациентов. О том, как работали врачи и что сейчас нужно сделать медицинскому персоналу, чтобы вновь вернуться в привычный график, расскажет Иван Занько. Врачи и медсестры взяли в руки тряпки и дезинфицирующие средства. Все для того, чтобы как можно скорее привести свои рабочие места в порядок и обезопасить себя и пациентов от опасной инфекции. Десятая клиническая больница, которая на 4 месяца стала госпиталем для зараженных COVID-19, совсем скоро начнет принимать обычных пациентов. Всего за время пандемии в этих стенах прошло лечение 479 человек с диагнозом коронавирус. Для того, чтобы инфекция не распространялась, персонал был вынужден жить в соседнем корпусе, который переоборудовали под общежитие. Вначале работали сутки через сутки, заходили три раза в грязную зону, каждые 4 часа, получается. Сутки отдыхали, ну то есть потом опять. Не страшно было? Вначале было страшно. А потом уже привыкли к работе, к работе в защитных костюмах. Это на самом деле очень тяжело работать, поэтому привыкли к этому за эти 4 месяца. Теперь же палаты интенсивной терапии и реанимации вновь будут принимать плановых пациентов. Обработку специальным раствором прошли все помещения, а это, между прочим, территория почти в 5000 квадратных метров. Приборы, а также мебель и постельное белье. Аппараты ИВЛ, которые прислали из других регионов, уже отправлены обратно. То оборудование, которое было закуплено в разгар пандемии, продолжит свою службу на благо пациентов. Их все равно будут принимать по новым правилам, которые диктует пандемия. После работы инфекционного госпиталя мы возвращаемся в прежний режим работы, но с учетом новых требований в санитарных правилах. У нас получается коечный фонд сокращается. Плюс самое главное, это дистанционное нахождение кровати друг от друга, это полтора-два метра. Соответственно, отсюда коечный фонд уменьшается. Поступление пациентов планируется согласно тоже только нормативным документам. Это взятие мазков не получается не ранее, чем за 7 дней до поступления на плановую госпитализацию. Соответственно, с направлением с поликлиники. Принимать обычных больных в этой больнице начнут уже с 14 сентября. К этому времени все необходимые работы по подготовке будут уже завершены. А весь медицинский персонал пройдет уже ставшее привычным обследование на коронавирус. Иван Занько, Виктор Черкашин. Новости по будням.